И тогда сподвижники сказали, что же ты велишь нам, у посланника Аллаха, делать, когда до нас дойдет это время. Никто из них не сказал, что если они такие, значит мы будем противиться, мы свои права будем требовать. Сразу сподвижники спросили, зная, что они услышат ответ и будут делать только так, как сказал им посланник Аллах, что же ты велишь нам, у посланника Аллаха? И пророк Алейсалату Ас-Сам сказал, Их права, то, чем вы обязаны перед ними, выполняете перед ними. Свои же права просить его Всевышнего Аллаха. Человек приходит тебе и говорит, что я знаешь какую вещь узнал? Есть вот такой вот магнит, его на счетчик ставишь и счетчик меньше крутится. И ты ему говоришь, побойся Всевышнего Аллаха. На каком основании ты держишь? Это воровство. А, вот ты какой, да, вот как запел ты, говорят. Они нам должны столько-то киловатт, а на самом деле я знаю, у них счетчик работает меньше. У меня должен каждый день работать, то есть должно работать электричество, но оно работает хорошо с горем пополам. И поэтому ты, а я поэтому свое право обратно беру. Я тебе говорю, что посланник Аллаха знал о том, что так и будет. Знал о том, что тарифы твои будут выше, а вдавать тебе будут электричество меньше. Тариф на воду будет высокий, например, как называется, отопление будет не сразу тебе включаться. Все это известно. Это было известно еще, когда этого не было в принципе. В помине этого не было. И никто не помышлял о том, что такое может, возможно, я бы сделал. Ни один из подвижников, ни пророк, алей салатом тем более. И тогда это было известно, что это произойдет. И пророк, алей салату ассалам, тот, кто говорит по свету от Всевышнего Аллаха, по откровениям Аллаха, сказал, их право выполняй. Они тебя обязали этим? Выполняй это. Своё право, у кого ты будешь просить, требовать? Мы, народ, мы требуем свои права? Ты свои права требуй Всевышнего Аллаха, субханаху, алей салам. Вот что сказал посланник Аллаха, саллаллаху, алей салам. И у тебя есть выбор. Либо же слушать братья болвана, который тебя призывает к непонятно чему, и к своим страстям, и шайтанов, которые, братья, сидят у врат огня и зовут тебя в этот огонь. Или же ты послушаешь посланника Аллаха, саллаллаху, алей салам. Ты три тысячи лет не слушай сираджа, ни одного из саляфитских шейхов, которого ты там считаешь тапочками или еще кем-то. Не слушай. Вот посланник Аллаха, саллаллаху, алей салам. Что ты будешь делать с этими словами? Как ты растолкуешь эти слова? Просто интересно услышать, как мы растолкуем эти слова, чтобы выйти из этого и хорошо начать обворовывать государство и так далее. Посланник Аллаха, саллаллаху, алей салям, говорит. Выполняй вверенное тебе должным образом. Если тебе что-то доверили, доверили себе, делай это должным образом. Если же кто-то предал тебя, предает, вероломно по отношению к тебе поступает, ни в коем случае не поступай вероломно по отношению к нему. Что бы сказал тот человек, который поставил этот магнит, если бы мы с ним пришли в мечеть? Мы бы пришли в мечеть, я бы поставил свои тапочки, и он свои тапочки. Мы зашли в мечеть, выхожу, моих тапочек нет. И я взял его тапочки и ушел. Будете мои тапки воровать, я тоже так могу. Доволен ли он был или нет? Со мной несправедливо поступили или нет? А он при чем? А если бы это имам сделал бы? А если имам его родственник? Доволен он будет или нет этим? Недоволен, скажет, иди с ним разбирайся, что ты от меня хочешь, так или не так? Тем более, братья, не говоря о том, что вот эти деньги в основе своей, которые человек платит за вот эти... То есть мы говорим, братья, не про налоги какие-то, которые, то есть, это, братья, извините за выражение, беспредел. Налог, именно, то есть, который там подоходный, это не дозволено. Шариатом не дозволено. Это, братья, называется, то есть в свое время это бандитизмом называлось. То есть на каком основании у меня человек берет процент с моей сделки торговой, в то время как он никак не принимал этому участие. То есть я купил что-то за 100 рублей, и я должен кому-то 10, 15, 20, 40, 50 рублей просто так, просто так отдавать. То есть это другой вопрос. Мы говорим не об этом. Это совсем другой шариатский хокоп. Мы говорим о том, кто тебе предоставляет услугу, будь то государство или же какая-то компания частная и так далее, и ты в этой услуге что? Его, то есть, обманываешь, обворовываешь. Вот это не дозволено. То есть у тебя проведена тебе вода. Ты ее пошел из моря проводил себе? Нет. У тебя есть электричество, кнопку нажал, раз свет включился. Это у тебя мотор какой-то работает у тебя на заднем дворе? Или же это огромные электростанции? И они у тебя говорят, будь так добр, если ты пользуешься нашими услугами, плати нам деньги. Плати нам деньги. И ты оплачиваешь это. Но ты что? Не додаешь ему. Как если бы я пришел к тебе в магазин, купил бы у тебя хлеб, и вместо 10 рублей тебе 8 рублей оставил и убежал бы. Сказал бы, ну меня же государство обирает, и я знаю, сколько мука стоит. Ты почему за 10 рублей мне продаешь хлеб? Мука намного дешевле стоит. Все является недозволенным. И поэтому, как мы сказали, возвращаясь, будем много об этом говорить, возвращаясь к хадису, посланник Аллаху повелел, когда ты видишь правителя, который обирает тебя и так далее, и не дает тебе твое, забирает у тебя, хорошо, то есть твое не дает тебе то, на что ты имеешь право, проси свои права у Всевышнего Аллаха, но, выполняй то, что ты обязан. Выполняй то, что ты обязан. И поэтому, как мы сказали, И на это, братья, то есть на эту основу у нас указывает как шариат, и мы привели уже тексты шариата, и также указывает у нас что? То есть кадр в принципе, то есть мы видим, что, субханаллах, то, что происходит в мире, в Аллахе свидетельствует об этом. Если бы люди бы, то есть и смотрите, братья, смотрите, какая это взаимосвязь. Сегодня, то есть и мы, братья, не будем давайте глупцами, то есть чтобы люди, которые думают, что мы такие все слепые, там, любим правителей, мы для них тапочки, мы для них там хорошо, то есть под их дудку пляшем и так далее. То есть все братья прекрасно знают, более того, это знал, как мы сказали, посланник Алиса и его сподвижники, что будут правители, и основа, основа своя у правителей, будь то верующий, будь то неверующий, мусульманин, мусульманин, они будут что? То есть оббирать людей, будут забирать их, это норма, то есть это норма в плане, то есть это недозволено, но это будет. И об этом сказал пророк Алиса-Рацан еще тогда, что человек, его грязная душа, когда особенно имеет власть, непременно это будет подвигать его к чему? Что он будет воровать, забирать и так далее. И тут у нас есть, например, то есть я не говорю про какую-то страну и так далее, я вам говорю о том, как это примерно работает, чтобы ты, не вы именно, а эти люди, глупцы, субханаллах, поняли, что они, братья, на опасные вещи, хорошо, то есть свои руки распускают. Потому что у нас, братья, есть Аммуаль Хаса и есть Аммуаль Амма. И у меня к вам вопрос, обворовать одного человека на миллион или обворовать миллион человек на 5 рублей, что хуже? В первом случае ты ответишь перед кем? Перед одним человеком. Во втором случае ты будешь отвечать перед миллионом человеком. Смотрите, братья, как это работает, это я вам уже говорю, то есть уже с точки зрения, как здесь упомянуто, мерзкого. Есть определенный, пусть то будет там министр или еще что-то, какая-то компания, например, того же самого электричества. Они что хотят? То есть у них есть зарплата, большая зарплата, которой бы одному из нас с вами хватило бы, даже если бы не хватало, нам бы хватило богобоязненности, чтобы не лезли в чужой карман. Но это не те люди, которые думают об этом. Потому что пророк сказал, будут такие люди, которые не будут, им братья, чихать они хотели на то, что я забираю у тебя или нет, твой ребенок, ему не дадут или дадут. Главное, чтобы мои дети были хорошо, то есть в очень хорошем даже достатке и так далее. И он что делает? Не додает тебе электричество и повышает на него тариф. Не додает тебе по причине своей жадности и повышает тариф, потому что он знает, по-любому ты и так и так магнит на него положишь. Ты на него положишь магнит и все равно ты мне не будешь давать. Так я у тебя хочу 10 рублей взять, я поставлю цену 15, чтобы ты в итоге отплатил мне эти 10. Ты придумал новый магнит, второй магнит поставить. У меня моя отчетность, то есть у меня бывают какие-то определенные сметы, расчеты, так или не так. И я привык кушать лобстеров, я не хочу кушать раков. Я привык питаться очень даже хорошо. И тут я смотрю, что у меня раз каждый месяц, месяц люди-то умнее стали. Я их обворовываю, они что, не хотят мне это давать? Брат, я еще повышу. Но проблема, брат, хорошо, ты умудрился, то есть ты вошел в этот грех и так далее. Это не называется умудрился, это утупился и сделал ты это. Но есть, брат, какая-нибудь бабушка, у которой нет знания, она не разбирается в этом. Ее внуки оставили ее где-то в каком-то поселении и так далее. Для нее этот тариф повышается, она не умеет ни эту ставить магнит, ни она умеет как-то играть с этими вещами, чтобы как-то обмануть и не додать и так далее. Для тебя, может быть, не повысится, этот человек как кушал и кушал, но вот этот человек будет страдать. Кто за него будет в судный день отвечать? Только ли тот человек, который повысил ему тариф, или же тот, кто стал косвенной причиной из-за своего ослушания Аллаха, его посланника, али-и-сарату-сарам. И вот пусть каждый сам, братья, задумается. Поэтому, братья, общие деньги – это очень страшное дело. Продолжение следует...